Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, и вовеки веков. Аминь. А знаете ли вы, что согрешаете каждый день и каждый час? На самом деле мы все согрешаем, к сожалению. Но кто-то этого не замечает, кто-то не знает, как с этим справиться, кто-то махнул на себя рукой, думая, что Бог не простит, кто-то уверен, что простит в любом случае, кто-то же считает, что не нуждается в прощении. Но для тех, кто все-таки в нем нуждается, существует один-единственный способ примирения с Богом — это покаяние. Покаяние, раскаяние — это не только признание собственного греха, но и отказ от него, то есть изменение образа жизни, приводящего ко греху. Для христианина покаяние неразрывно связано с таинством исповеди, которое установлено самим Господом. «Примите Дух Свят, — говорит Христос, — кому отпустите им грехи, отпустятся, а на ком оставите, на том останутся». То есть эта власть дается благодатью Святого Духа, а значит, является делом Божиим. В этом и состоит таинство. Часто люди недоумевают, почему необходим для покаяния священник, почему нельзя просто поисповедоваться, стоя перед иконой или мысленно обратившись к Богу. Природа человеческая поражена грехом, поэтому вся христианская аскетика предупреждает нас о том, что ни в коем случае нельзя доверять самому себе. Я и только я являюсь источником истины. Так звучит ответ на этот вопрос для человека, находящегося в миру и не принадлежащего такую христианскому мироощущению. А вот когда человек уже входит в христианскую церковь, он понимает, что я не являюсь центром Вселенной, что есть другой источник истины. И вот поменять себя местами с Богом, как бы ужасно для нас, христиан, это не звучало, это то, что для человека в первую очередь необходимо для понимания, для чего и зачем нужно покаяние вообще, и исповедь в частности. Поэтому, не доверяя своей природе греховной, испорченной грехом, мы прибегаем к такому средству, как свидетель. Священник – это свидетель, который свидетельствует об исповеди, о покаянии, которое действительно происходит между двумя личностями, между человеком и Богом. Но присутствие свидетеля уберегает человека, кающегося от совершения многих и многих ошибок. И одна из самых главных ошибок – это когда человек договаривается с самим собой. То есть себя можно уговорить на что угодно. Это грех? Да нет, пожалуй, это не грех. Можно это потерпеть. Или кто виноват в том, что я совершаю те или иные согрешения и владею те или иные страсти? Ну, я виноват, но только на 50%. Остальные 50% виновата моя жена, муж, окружающие обстоятельства, эпоха и так далее. Не все люди знают, что является грехом, а что нет. Но сегодня существует множество специальной литературы, рассказывающей об исповеди. Наиболее признанными, удобными и понятными изданиями являются в помощь кающимся, составленные по творениям святителя Игнатия Бринчанинова, и опыт построения исповеди архимандрита Иоанна Крестьянкина. Однако книга – это всего лишь ориентир, опора. Самое главное – всмотреться в свое сердце, испытать свою совесть и понять, что в жизни противится Богу. Эти книги легко можно найти в любой храмовой библиотеке или свечной лавке. В Православной Церкви таинство исповеди проводится не в специальных исповедальных, когда священник не видит, кто ему исповедуется, а просто в каком-то отведенном месте храма. Исповедующиеся по одному подходят к священнику, остальные стоят группой поодаль, чтобы не слышно было, о чем говорится на исповеди. Выслушав человека, дав необходимые наставления и ответив на возникшие вопросы, священник читает разрешительные молитвы, просит Бога простить эти грехи и освободить человека от них. Отец Дорофей, бывает так, что человек говорит, я готов был бы прийти на исповедь, но смущает то, что нужно говорить о своих грехах лицом к лицу. Было бы так, как в католичестве, скажем, какой-то закрытый исповедальник, вот тогда бы я согласился. Действительно, в католической церкви, мы все это знаем по фильмам, в которых изображается момент исповеди в западной церкви, священник и исповедующиеся отделены, ну, хоть и небольшой, но перегородкой. И это, может быть, снимает того, кто исповедует, с какой-то ненужный стресс, какое-то лишнее переживание о том, что вот ты перед, ну, по сути, чужим человеком, даже если ты его знаешь, открываешь свою душу. Но здесь все-таки такой чисто психологический момент. Исповедоваться нужно лицом к лицу, для того, чтобы человек не смог спрятаться ни за какую ширму. Потому что мы говорили о свидетельстве, о том, что священник — это свидетель, но священник — это еще одна пара глаз. Потому что исповедь — это, конечно, прежде всего, попытка посмотреть на себя со стороны. Но поскольку у нас взгляд на самого себя довольно-таки замыленный, то появляется еще одна пара глаз, в буквальном смысле этого слова, которые тоже смотрят на тебя со стороны. И вот эта исповедь «глаза в глаза» — это, как кажется, может быть, мешает переступить через этот психологический такой вот порог. Но потом, когда человек уже начинает исповедоваться, он понимает, что только так и никак иначе, только глаза в глаза, стоя рядом, слушая друг друга, чувствуя друг друга, исповедь может состояться так, какой она изначально задумана в христианстве. Если человек сгорает от стыда, то этот стыд сначала ему мешает о каких-то грехах исповедоваться, а потом этот стыд и подталкивает к исповедованию грехов. То есть он нарастает в человеке уже до такой степени, что пускай с трясущимися коленками, пускай со слезами, с каким-то чувством неловкости, но человек этот грех из себя все-таки вынимает. Да вот как есть такой образ эскетический, змея из человека, символизирующий грех, как бы выползает. И человек испытывает такой силы облегчения, что всю жизнь не может этого забыть, той легкости после исповеди. И потом, если у него возникает еще такая необходимость, так же через стыд переступить, не утаить ничего, он уже делает это, ну как бы это ни показалось странным, с радостью, потому что ожидает награду в виде легкости и той душевной, духовной чистоты, которая будет после исповедия. Жизнь вечная и спасение от вечной смерти – это не вопрос суммы добрых дел, а состояние души, ее вектор, способность или неспособность быть с Богом. Грех препятствует этой способности, удаляет от Бога, делает человека как бы чужим ему, а покаяние и исповедь – это возвращение на путь, ведущий ко Христу. Грех – зло, каким бы сладостным ни казался. Исповедав грех, нужно изо всех сил питаться, никогда его не повторять, как канатоходец над пропастью, понимает, что может упасть, но не дает себе на это разрешения. О чем еще вы хотели бы узнать из наших передач? Присылайте свои вопросы, предлагайте темы, которые вас интересуют. Адрес и телефон вы видите на экране. Смотрите программу «Храм. Доступная среда» и не забывайте, что в церкви мы все только учимся. Учимся быть с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok